Мальчишки Худ руководитель Добрый, веселый Борис Грачевский наш А если по-простому Дядя Боря Яролаш Во-первых, мы никогда Не учим ничему плохому Категорически Подри мне спинку, а? А я сейчас встану Не надо! Сегодня мы не боимся говорить правду Есть очень хорошие родители И очень хорошие учителя И умные, и хитрые, которого не обманешь И наоборот Такие, которых с удовольствием уже мало Мы честно, как в жизни работаем А что это? Брунометр Реагирует на голос Чем больше врешь Тем сильнее он сигналит Табу на слово «блин» Который я ненавижу лютой ненавистью И вообще терпеть не могу Когда это всякая гадость Поэтому мы за этим очень следим Дети стараются все-таки более-менее говорить по-человечески Честное благородное слово Я выучу заданный вами материал И непременно породую вас Своими глубокими знаниями Заранее благодарю А где ж ненормативная лексика? Ха А у нас в заболоске Это она и есть А то, о чем вы подумали Это у нас уже давно нормативная Любой нормальный ребенок Мечтает сняться в кино В «Яролаш» Это святое Той же такой, кто снимается в «Яролаш» Ребенок, который отличается яркой внешностью И действительно талантом перевоплощения И вообще, так сказать, талантом актерским Вот эти вот компоненты важны очень Дядюшка, дайте, пожалуйста, денег Дядюшка, дайте, пожалуйста, денег Дядюшка, дайте, пожалуйста, денег Мне родителей очень надо найти Пожалуйста Тормоз Ну, спой мне два слова, ты можешь? Нет, я не за что Сложнейшие кастинги, которые проходят Сначала оценочные кастинги Потом из этих оценочных лучших Отбирают уже на конкретные роли Ну, а если? Совсем не моготу Лопну, на твою нанять, что плюсик Ну, куда Сластенов, Нин? Ну, куда? Ну, ему 15 лет, он старенький Это уже перебор, ребят Ну, мне хотелось бы, чтобы у него было шпанистое лицо Понимаешь, Ген? Чтобы он был, как бы... Ну, да О, опять ты, понимаешь, такая модель Вот такая... Да, с удовольствием! Мне кажется, чтобы Яролаш заметил ребенка Нужно обладать качествами Ну, наверное, улыбаться почаще Быть кудрявым или рыжим В общем, быть смелее Дерзать, дерзать Если человек чувствует, видит возможности свои И хочет сниматься в Яролаш То у него должно все получиться Он сделал это! Есть! Он сделал это! Это задание! Ужас! Ааа! Как штанга была, что да? Ааа! Ну, ладно! Пляши, мальчик! Потанцуй! Алло, да! Алло! Да! Ну, да! Здрасте! Я знаю! Варвара не могу говорить, дорогая моя! Знаешь, у меня сейчас просто идет съемка Ну, я говорю, чуть-чуть Ты мне через час, через полтора Сейчас я попередрась Ну, вот такие нечеловеческие условия Потому что... Чтобы сняться в Яролаш Ребенок должен обладать теми же качествами Которыми он должен обладать Чтобы сняться в большом кино Очень сильно нужно Вот Поработать над собой Для того, чтобы зритель поверил Что это образ За одну минуту Тебе накостылять? Что в коробке, то и на коробке У современных детей есть все эти качества Это не закомплексованность Не стеснительность Слышь, Ваше Величество Так чего ты там про полуцарство говорил? А? Когда отдавать-то будешь? В Яролаш бездарности не берут И поэтому еще, наверное, очень много выходцев из Яролаши Чего-то все не очень, Петрович Их начинают воспитывать в жанре Яролаша Распитывать стили Приучать камерам и так далее Они потом играют Сначала в массовках Потом в эпизодах А потом в главных ролях Я особо Яролаш не смотрю А почему? Ну Времени Больше сейчас показывают довольно старых выпусков А юмор с СССР Временно на СССР До нашего времени довольно сильно изменился Дети меняются И люди меняются А Яролаш, он тоже старается идти в ногу со временем А мобилу можешь? А что это такое? Крутую тачку Тачку? Ну Бабок побольше Бабок побольше? Вообще не вопрос Для молодого поколения Для нового поколения Конечно, новый Яролаш, он ближе Вы знаете, я не знаю, что такое новый Яролаш Старый Яролаш, наверное, тот, в котором я был Он мне всегда нравился, всегда был добрым, веселым И это такая уже история, традиция, легенда Я тоже люблю больше старый Яролаш Вот Ну и свое время, которое я снимался в Яролаш Я тоже очень люблю Кажется, достукались Опять перехимичили Яролаш, он как бы пропагандирует детское поведение Или как в обществе Отражает его действительность Если мы говорим о детях, то Вообще, есть такая теория, что Личность формируется до 20 лет И какую эмоциональную, культурную Вы получите при этом Загрузку От этого будет зависеть вся жизнь Книга – хорошая вещь Но видео, конечно, это канал совсем другого Совсем другой мощи Мне, наверное, больше ближе свое поколение Поколение Яролаша, на котором я выросла Потому что Яролаш, который сейчас снимается Может быть, я просто его немножко не совсем понимаю А, например, сидит рядом ребенок моего мужа Он тоже снимался уже в Яролаш То есть у нас уже, видите, я передала эстафетную палочку И он смеется над тем Яролашем, который снят недавно Алло, Николай Петрович, Коля, я согласна Два тебе, Смирнов, завтра в школу с отцом И выучи басню Новый тоже очень хороший, с компьютерной графикой Появилась какая-то новая картинка, Яролаша А старые, они были какие-то такие душевные, что ли, простые Их ты! Разве можно без подготовки такие новости сообщать? Думать надо! Потому что сейчас дети другие, и взрослые другие, и ритм жизни другой И зрители, я имею в виду сейчас только молодых зрителей Они уже живут в веки, когда им доступна любая информация Да их вон сколько, а я один! Такого не было в моем детстве Поэтому мы были более наивные, наверное, более консервативные, более воспитанные А нынешняя молодежь, она такая яркая, наглая, и она всезнающая Ну, как? Не-а Мне кажется, Яролаш замечательный тем, что он вписывается в любой зигзаг времени Он не остался там, где были пионерские галстуки и школьные линейки Вообще у меня есть такая теория, что старый Яролаш Чем он для меня был ценен? Он объединял поколение детей с поколением бабушек Потому что тогда в Советском Союзе нашим воспитанием родители не могли заниматься Они, ну, пропадали целый день на работу Потом два часа толкались в магазинах в очередях И еще час добирались домой И мы родители видели только поздно вечером А все это время мы были на попечении у бабушек Стойте! Бросьте вы ее! Это не наша старуха! Наша вон она! И вот я к чему подвожу То, что Яролаш, он объединял поколение детей и поколение бабушек Потому что мы, когда вместе с ними смотрели сюжеты То очень много сюжетов было как благодарность бабушке за ее труды, за ее заботы Куда же вы, тимуровцы? Ой, батюшки! Ох, надо! Многие старые выпуски я помню до сих пор Ну, не может быть сегодня Яролаш тот, который снимался в 70-е годы Потому что, ну, все другое И даже юмор другой Юмор меняется, юмор становится более жестким Повторяйте! Хаммер не ваш! Хаммер не ваш! Вот теперь Хаммер точно не ваш! И мы хотим делать яркие, смешные и очень важно современные сюжеты Ведь в чем фокус? Все говорят, вот раньше Яролаш был лучше Раньше ты был маленький, а ты стал большой А мы остались такими маленькими И сегодняшние дети смотрят Сегодняшний Яролаш с большим удовольствием, чем старый Оба-на! Ё-о-о-о! Как-то было тоже очень интересное событие Меня рассказали в электричке Сидела компания молодежи, студентов У них была такая игра Кто больше назовет сюжетов Яролаш? Они прям играли по кругу вот так И тоже было очень трогательно и приятно Любимые сюжеты, связанные с двоечниками Тяжелый рок-урок Илья Гудин Что это за вид, а? Когда расческа и волосы расчесывались И два мальчика в конце концов в том месте соединились И как оба развертились У вас что, тоже физика была? Девочка и мальчик могли общаться только по телефону Болтали-болтали, когда встретились И слова не могли друг другу сказать Ребята дворовые собрали всех бездомных собак И как бы суют одному мужику, такому толстому дядьке Мои собачки Мои собачки Мои собачки Ну, конечно, сразу вспоминается мне сюжет Выручи меня Обними меня Что? Быстро обними меня Улыбайся На нас смотрит Бочкин Бабушка ждала маму Которая ушла уже пять лет назад За тортиком И так и не вернулась Наточил я свой топор Головешек полон двор Сюжет любимый, наверное, от Элла Ну, один из моих любимых сюжетов Это торт Ну, тебя только за смерть посылать Тихий час, да, это однозначно Ну, паук Папа, убейте его! Убейте его! Убейте его скорее! Я и терпеть не могу этих гадов! Инквизиция Где ученики представляли себе Что они сжигали учителей Жи-ши-пиши через И Существительное с суффиксом А Пишется с одной Н Исключение стеклянной, оловянной, деревянной На костер Вставай, Семен, вставай Уже все соседи проснулись Кричат ему перестань кричать Не дают вас спать выходной А что здесь происходит? Что в себе безобразие? Усты загубили! Сколько это может продолжаться? Ну, вот я его с детства очень люблю Это про мальчиков-тройняшек Водинти верзились? Водин! Близнецы? Да! Ну, за и двойняшки? Да нет, мы же сказали, не двойняшки! Ты чего пристал? Чего пристал? В тройняшки мы! Я писать ходил Да, и, конечно, здесь рыбы нет А кто это говорит? Директор стадиона Это святое Тут нигде нет рыбы А кто это говорит-то? Кто-кто? Директор стадиона! Одна минута смеха заменяет витамины Этих витаминов у нас полные корзины Садитесь поудобнее, начинаем разгружаться Это яролаши, здесь нельзя не смеяться Так вот, сегодня на повестке дня Посмотри кино про тебя и про меня Понял я, понял Нормально нельзя сказать, а? Эй, привет! Привет, привет! Плетничает про всех! Лучше бы на себя посмотрела Скатит Давай, скатит самобранка Мотор Скатит самобранка Какая злая Че ты, как раз лелый скатит? Врачевского хлебом не кормили Лишь бы только озвучить какие-нибудь страшилки Ну, я уже как бы с малых лет молчил с разными жуткими Красивого голоса у меня не бывает А вот что-нибудь омерзительное Какой-нибудь гадостью какой-нибудь Разговаривать с катертью какой-нибудь Мне очень нравится Слушай, друг, у тебя попугай говорящий? Говорящий, говорящий Да помолчи ты, не тебя спрашивают А какой он породы? Редкий, как одну хохлатый Живет в Африке Занзибары, Калахари и Сахари Нагорев Всякими собаками, животными Так вот ты какая Ленка Пирожным, что ли, поделись Ну, чё, жалко, что ли Не давал ты мне, Вова Жвачку Не давал Вот, не дал За что больной В общем, всякой ерундой Я с удовольствием это делаю И когда получается Всякие попугай у меня всегда Бабка, дурак, 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 дурак Вот теперь чисто Началось с того, что Молодой режиссер Олейников Снимал сюжет, где был Пушкин, Вовль и Толстой Господа Помогите мне передвинуть Бабушку Прошу вас, Александр Сергеевич Нет, прошу вас, Николай Васильевич Нет, нет, Александр Сергеевич Только после И он мне говорит Борь, давай снимайся Пушкина Простите Давно хотел поблагодарить вас, Александр Сергеевич За подсказанные вами Идеи ревизора мертвых душ Я на что застеснялся Отказался Сказал, не буду ни за что Потом прошло некоторое время Нужно было в одном сюжете У Магитона «Жажда славы» Там мальчик свои фотографии приклеил везде В ажиотаже приклеил фотографию Хрозыску от милиции Его арестовали И вот надо было фотографию убийцы И все отказываются Артисты, никто не хотел Хрозыску от милиции Вот я, вот у меня есть Я гордо, вот такая Это я Моя мама Это самое Не узнала Я говорю, мам, кто это? Она говорит, я не знаю Мам Ну ты узнаешь Не знаю, что это в своей дурацкие шутки Отстань от меня Мама Мама, это я Не может быть И вот уже две такие яркие роли Которые у меня там сняты Яралаши Свободен Свободен От безысходности снимаешься ... Субтитры сделал DimaTorzok Пошел Я предлагаю, слышишь, для того, чтобы четче эффект не получил, давайте сделаем отдельное укрупнение Сделаем, сделаем Тогда будет удар, как след, потому что он все равно будет меня жалеть, а я буду бояться А это что? Нет, здесь дело не в ударе, здесь дело в том, чтобы ты резко сделал отклонение Есть Начали! Стоп, не то Начали! Меня все время распирало одно, что огромное количество людей хотело бы поучаствовать из разных городов Ну как быть? Я тогда придумал такую игру Пусть дети приезжают в какой-нибудь лагерь И там с ними наши режиссеры будут играть в Яралаш То есть снимать Яралаш как будто настоящий, на самом деле только он будет им в подарок дан И все, и по телевизору они покажут Эту историю я, так сказать, предложил в мощнейшем детском центре, который называется «Смена» такой же, как Орлен, даже чуть-чуть больше Идея была принята просто с радостью Тебе там не душно, Вань? Душно Душно? Ну хорошо Это называется «Остров детства Яралаш» Меня зовут Баирма Я приехала из далекой республики Тыва, город Козылбург Мы из Москвы Мы из Москвы Я приехал из славного города Екатеринбурга Зовут меня Вадим Козаков, я из Нижнего Тагила Мы из Оренбургской области, города Бугруслана Меня зовут Шурахиева Диана, я из города Казани Работа с профессионалами, ну и, конечно же, съемки своего сюжета Участие вот именно в этом процессе, узнать, как это происходит и получить опыт Девушки! Что вам? Сами мы люди не здешние Червонцам не выручите, у нас дом сгорел Я Я Тебя Тебя Ты что мне тут комедию ломаешь? Ну-ка давай как следует Или может мне уйти? Нет, нет, не надо, я все скажу Очень интересно то, что каждый день Просто здесь на Яралаше он не похож на другой Что-то каждый день добавляется, что-то новое узнаешь Дома, когда смотришь Яралаш, например Вот интересно, смешно, а вот здесь смотришь внутри, что происходит Как он это создается, как это все производится, как получаются эти сюжеты и почему они настолько интересны Во время съемок мы для себя узнали много нового, попробовали себя в роли гримеров, режиссеров, посетителей Никогда не представляла, как вообще происходит этот процесс съемок Это было жутко интересно и познавательно Я запомнила это, наверное, на всю жизнь Я был сценаристом, мы написали сценарий, потом по этому сценарию снимали сюжет Никогда на большом кино я не снималась, как и мои друзья, мне кажется Все было по-настоящему, нас гримировали, делали все, что нужно У Марины Вязанцевой множество разных профессиональных секретов Она может рассказать о том, как сделать из молодой симпатичной девушки древнюю старуху или как нарисовать на лице синяки и шрамы и как создать образ привидения Работать с гримом нравится всем Процесс творческий и увлекательный Приготовились! Давай, мотор! Для видеооператора очень важно знать свойства и возможности видеокамеры Как отстроить баланс белого и что такое операторский прием восьмерка Александр Кленов знал давно Но с профессиональной видеокамерой работает впервые Для звукооператоров работы на съемочной площадке много При помощи наушников контролируется запись двух микрофонов Процесс съемок захватывает участников из обеих кинокомпаний Ребята с самого начала договорились сделать общий сюжет И вот начало съемок Все занимают свои места Крупные планы лиц героев В сюжете будет пять сцен в самых разных местах центра смены Одну из сцен, где по сценарию идет дискотека, снимают днем Хотя по сценарию действие происходит вечером Творческий процесс увлекательный, но это труд порой нелегкий Жара сильно утомляет всех и съемочную группу и актеров Мы постоянно были в чем-то задействованы Мы не сидели и не скучали, как обычно в лагерях Раньше я яролаш смотрела только по телевизору Никогда бы не подумала, что сама буду на месте этих веселых мальчишек и девчонок Получаются такие замечательные, яркие, веселые, добрые яролаши Которые внутренние, они, конечно, никуда не пойдут Но дети это никогда в жизни не забудут Это хорошая большая игра За что? За фото Ну очень воспитанные дети Я думаю, не выдохся, потому что здесь работают дети И все это питается каждый раз молодой энергией Молодой энергией Ну и, конечно же, Борисом Грачевским, папа Яроваша Вот я иду по улице Меня же многие знают Начали так вот улыбаться Так Это не потому, что у меня расстегнуты брюки или что-то еще Смешное на голове Просто я являюсь для них представителем того, что их радовало много-много лет Колоссальный низкий поклон и огромное уважение Борису Грачевскому За то, что он создал такой уникальный проект Потрясающий сериал, если можно так сказать И дай Бог ему многих лет жизни Потому что это что-то вот из нашего детства, что есть сегодня на экранах И пусть оно там остается И я с удовольствием бы хотел, если бы мой ребенок смотрел бы Яроваш Без любви столько лет удачной карьеры не бывает И без профессионализма Я желаю Яровашу, чтобы наши дети, наши внуки, наши правнуки Получали такое же удовольствие от выпусков этой программы И также следили и ждали их, как и мы в свое время в детстве Как звучит наша песня, Яроваш никогда не кончается Этот праздник всегда возвращается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! There it is! Zero Minute. Продолжение следует...